девчонки всем привет приехала я из отпуска и после моих ярких желтых ногтей захотелось мне сделать вот такой милый френч и заодно конечно же показать вам как я делаю френч на коротких ноготках рассказать маленькие секретики как добиться идеальной улыбки и так давайте начнем снимаю старое покрытие эти ногти пережили речку песочек и все такое прочее относилась все хорошо но цвет из-за того что яркий конечно мне немного поднадоел снимаю покрытие я фрезой на 30 тысячах оборотах сначала я снимаю всегда центральную часть и убираю длину до той длины которая мне нужна потому что спиливать все покрытие а потом убирать длину просто нет смысла и дальше я обрабатываю боковые валики кончиком фрезы керамической и обрабатываю у кутикулы хочу показать вам какая должна оставаться толщина базы она должна оставаться практически минимальная чтобы ногти ваши не выглядели плюшечками а с торца ногти я всегда снимаю весь материал ну или практически весь в данном случае так как у меня будет френч я не хочу чтобы он был толстый и я снимаю всю и так вот такие ноготочки сняли материал вот такой они у нас толщины будет у меня форма четкий квадрат я ставлю пилочку перпендикулярно ногтю и аккуратненько подпиливаю сначала торец итак теперь очень много проблем перепила в точке в роста пилку завожу под ноготь вот таким образом вот она точка в роста четко до нее мы подсовываем пилочку и пилим видите только провисающий уголок вот так у нас должно получиться то же самое я выполняю и с другой стороны стряхиваю пыль чтобы было виднее смотрим все ли стороны у нас параллельны и перпендикулярны друг другу получился у нас четкие уголочки и чтобы эти уголочки в дальнейшем не мешали я подставляю пилку вот так снизу и прохожусь буквально пару разочков то есть углы у нас убираются а форма четкий квадрат не меняется так как гель это мягкий материал и все-таки на уголках он может в дальнейшем отславиваться но если все сделать четко и работать хорошими материалами все будет хорошо и так хочу показать длина ногтевой пластины указательного и безымянного пальца должны быть одинаковые а средний должен быть чуть побольше сегодня будем работать вот такими фрезами от торговой компании лавли сегодня все весь маникюр будет выполнен на этих материалах ссылочку обязательно оставлю в конце видео материалы мне очень понравились я их уже протестировал не только на себе но и на клиентах все относилось более четырех недель и так берем апельсиновую палочку и не стараемся запихнуть кутикулу вовнутрь а просто создаем кармашек чтобы фреза беспрепятственно и четко ходила у нас под наши кутикулы и приподнимала ее то есть наша задача просто чтобы кутикула отстала от ногти для начала берем вот такую фрезу пламя буду показывать вам на одном пальчике чтобы было понятно на 30 тысяч оборотов сначала я обрабатываю правую сторону работаю в этой технике я без переключения реверса то есть все время на таком же режиме на котором вы снимаете материал если вы конечно же правша и так потом переворачиваю пальчик вот таким образом и начинаю потихонечку двигаться от синуса к синусу фреза должна четко повторять контур вашей кутикулы кстати девчонки что касаемо фрез хотела бы рассказать вам цена очень приятная да в данном случае сейчас мы работаем данная фреза подвергалась стерилизации и и в сухожаре и в дезрастворе уже неоднократное количество раз и у нее очень хорошее напыление проверяем качество маникюра и дорабатываем вот такой фрезой вот такой я ее называю пуля она не с таким острым кончиком но мы уже там все прочистили с вами а те недочеты которые остались мы уберем с вами на этапе шлифовки но она так как она более пузатая она очень хорошо приподнимает кутикулу до для среза и так ножничками все как обычно убираем нашу кутикулу носику ножничек повторяет форму кутикулу то есть мы постоянно вынимаем ножницы после каждого среза не зажевываем кутикулу каждый раз вынимаем отстригли вынулись под кутикулу подвинули эту колбаску и опять вынули заканчиваем срез полотном ножниц чтобы не было заусенок стряхиваем пыль хорошенечко и берем опять эту пузатенькую пульку и проходимся ей на 20 тысячах оборотах аккуратненько шлифуем кутикулу проходим все под кутикулу потом сверху потом опять под потом опять сверху в общем в принципе повторяем одни и те же движения просто разными фрезами и на разных оборотах фрезы всегда использую только с красной насечкой синюю использую только для очень грубой и так вот на что без липкого слоя камуфлирующая база и белый гель-лак с чего мы с вами начнем вот у нас готовый ноготь он у нас обезжиренный мы с вами аккуратненько берем пушер и нежно создаем карман создаем карманчики во всех ногтях вот такой маникюрчик чистый нас получился берем праймер от торговой компании лавли и хорошенечко отжимаем кисточку праймер с липким слоем поэтому ему его нужно совсем небольшое небольшое количество и я его наношу примерно на две трети ногтя и обязательно на торцы когда мы с вами нанесли праймер нужно будет дать ему высохнуть три минутки на воздухе жирный блеск такой он должен остаться это для лучшего сцепления и так теперь перейдем к базе база в очень приятных флакончиках это наверное самые красивые флакончики и они матовые и не пачкаются посмотрите какая интересная консистенция она я это называю сопливая консистенция она очень хорошо тянется и я знаю что она очень очень хорошо будет выравниваться итак берем ноготок отступаем от кутикулы приблизительно миллиметр для начала нам нужно нанести скользящий слой базы от кутикулы отступаем 1 миллиметр и где-то 0,3 миллиметра от боковых валиков если вы сделаете больше то на этапе выравнивания у вас база обязательно затечет видите я не совсем до конца прокрашиваю вытираем излишки вот наш скользящий слой по которому потом будет растекаться капелька базы так как ноготки у меня коротенькие базы я ставлю на небольшом расстоянии но и не посередине и протягиваю вниз и просто распределяю посмотрите как хорошо сама работает база прозрачная база у лавли такой же консистенции с прекрасными отгазинными свойствами выполнили мы выравнивание на одном ногте и сейчас такой же технике я выполню выравнивание на оставшихся ноготках вот они наши идеальные блики это база розового цвета там еще была бежевая но мне больше нравятся розовые ноготочки я капнула на палитру белого гель-лака возьму вот такую кисточку это самая тонкая кисточка от лавли она очень очень мягкая и она ей очень хорошо рисовать вензеля и какие-то тонкие линии и так хочу вам показать пропорции френча на коротких ногтях и так вот наша ногтевая пластина вот ее длина френч у нас на коротких ногтях составляет одну восьмую длины ногтевой пластины то есть мы делим ноготь пополам потом еще пополам это у нас будет половина и вот эту маленькую частичку мы еще делим пополам проводим четко прямую линию четко параллельно нашему краю если вы проведете ее неровно значит френча ровно у вас тоже не получится эта толщина френча мы его откладываем в бок и по бокам у нас должны получиться вот такие квадратики это толщина наших усиков а а высота усиков половина ногтевой пластины и просто скругляем девчонки получала вопросы как скруглять форму представьте себе яичко если у вас ноготь короткий то вы вот эту часть яичка переносите а если длинный то верх яичка то есть он более такой вытянутые зауженный получится но у нас сегодня ногти короткие поэтому сейчас мы разметим наметим наш френч и так вот половина ногти вот одна четвертая и вот у нас одна восьмая делаем пометочку себе и проводим четко параллельную линию параллельно нашему торцу до конца обязательно доводим все линии провели мы эту линию смотрим четко ли она параллельно меня все устраивает теперь откладываем длину то есть у нас здесь должны быть квадратики помним да и сразу же обозначаем серединку чтобы нам была точка отсчета от которой нам потом скруглять эти уголочки и вот у нас половина ногтевой пластины высоту усиков делаем и проводим вот такие треугольнички на самом деле это самая быстрая самый быстрый френч наверное который я сделала одну руку я себе сделала примерно за 40 минут хотя обычно я вожусь два часа а френч как вы знаете не такой уж и быстрый дизайн но камуфлирующая база очень экономит время и потом ее можно использовать даже как самостоятельное покрытие потому что у нее очень приятный цвет с одной стороны с правой мы держим руку как обычно а с другой я вот так переворачиваю и потом смотрю все ли меня устраивает если что немножечко подправляю вот так вот так хорошо и маленькой кисточкой и самое важное девочки чтобы френч был красивый вам нужно вытянуть тоненькие при тоненькие усики сейчас я вам покажу один маленький секретик как это сделать потому что я видела у других девочек очень много ошибок что они делают неправильно ну или точнее неудобно и тоненького усика из-за этого не получается и так с правой стороны обязательно от френча к синусу мы проводим вот такую полосочку исключительно кончиком кисти сухим и просто вытягиваем материал потом переворачиваем руку отодвигаем валик и также от френча к синусу мы проводим другую тоненькую линию вот такой идеальный френч я быстренько закончила все свои ноготочки оставила один на нем у нас будет дизайн мы перекроем глянцевым топом без липкого слоя френч кстати топ без липкого слоя от лавли очень густой но он густой и очень очень тягучий я бы сказала и поэтому он отлично выравнивает вот эту ступеньку френча и очень хорошо выравнивается вы сейчас увидите какие у него хорошие выравнивающие свойства итак промазываем тоненько всю пластину кисточка очень мягкая очень хорошо тянет материал материалу нужно совсем небольшое количество и в лавли я заметила такую тенденцию они наливают полные полные бутылечки поэтому будьте осторожны работайте аккуратно материалы хорошего качества и носятся все очень хорошо вот покрыли мы топом тоже очень быстро я знаю что с густыми топами не всегда легко работать но зато ими можно выполнять различные дизайны и как раз таки выравнивать френч плюс без липкого слоя не желтит сейчас нам понадобится два цвета это 066 и вот такой вот нежно-нежно розовый цвет приятный которым мы будем 083 которым мы будем делать нашу мороженку ну и конечно же мой любимчик это гелилаки шайн в таких вот коробочках по 5 грамм очень красиво переливается такого золота я давно не видела обычно золото всегда какое-то желтое и очень некрасивое а это в общем покорило мое сердце и еще плотность нанесения на весь ноготь вы представляете в один слой расход у него минимальный просто этой баночки хватит очень надолго итак берем нашу любимую тоненькую кисточку которой идеально рисовать все тонкие линии я кстати ее не выстригала хотя я все кисточки выстригаю еще девчонки хотела вам рассказать черный гель-лак ложится в один слой на весь ноготь я уже это протестировала на себе меня очень это порадовало поэтому тонкие линии мы рисуем с легкостью вот сейчас я рисую сухой кисточкой практически вот такое скиморисуем интересное мороженка у нас будет как будто откусанное и там будет золотая слюда просушили мы наш контур и посмотрите с какой легкостью нежно-розовым гель-лаком я просто закрашиваю в один слой нашу мороженку розовый гель-лак у меня лег на ноготках клиентов два тонких слоя мороженка у нас объемная поэтому толщину ее мы тоже закрашиваем она изначально мы ее рисовали просто для схемы для нашей кто-то использует карандаш я рисую лично черным гель-лаком но чтобы кисточка была прям сухая и так закрасили розовеньким и берем нашу фольгу и закрашиваем то место как будто где его откусили раскладываем аккуратненько блесточки и вот так получается просушиваем наш дизайн теперь берем черный гель-лак обычно всю обводку я выполняю гель-краской здесь настолько пигментированный гель-лак что это легко сделать и им смотрите когда ведете тонкую линию обязательно пропитайте полностью кисточку чтобы она у вас полностью была в материале и смотрите чтобы у вас не было на конце капли иначе у вас не получится тонкой линии то есть вы капельку эту поставите она стечет на рисунок и придется вам все стирать и делать все заново линия должна быть одинаковой толщины во всех местах это самый главный критерий к таким рисуночкам потому что они мультяшные вот так у нас получилось теперь берем матовый топ тут тоже небольшой секретик очень часто слышу что матовый топ ложится проплешными не конкретно данный топ от лавли а вообще все топы хочу вам вот что сказать матовый топ он не такой как глянцевый его не нужно класть в тонкий слой я его кладу практически как базу но только выравнивание не такое серьезное то есть я промазала скользящий слой потом беру вот такую небольшую капельку и от кутикулу просто ее распределяю по всему ногтю и матовый топ просушиваю всегда обязательно двойное время просушили снимаем липкий слой и вот такая красота у нас получилась но есть один нюанс наши блестки так как мы их перекрыли матовым топом они не так блестят поэтому мы добавляем еще совсем чуть-чуть просушиваем и заполняем топом без липкого слоя то есть весь рисунок у нас матовый а золото у нас блестит и так вот такой маникюрчик мы сегодня с вами выполнили мне очень нравится получилось очень нежно и аккуратно надеюсь мои небольшие советики вам помогли подписывайтесь на меня вконтакте заходите на мою страничку в инстаграм там найдете много интересных работ и последнее завершение маникюра это вот такое масло от лавли там его очень-очень много и оно прекрасно смягчает кутикулу перед тем как сфотографировать ногти для своего инстаграма или ну для портфолио я все время промазываю кутикулу потом иду мыть ручки и только потом фоткаю потому что пыль которая у вас осталась в боковых валиках например ее просто ничем не вытришь вот так с вами была Таня Бестнейл всем пока